Кипецкие приключения продолжаются. Первый опыт заселения воды и взрослых. Почему же нельзя купаться в Ниле? Недопонимание у нас с водителем. Кареты произошло. А ну снимай, укусит или нет? Сейчас мы идем в гости в настоящую нубийскую семью. О, тут нормально дети получаются, наверное. Короче, они как цыгане, громкие. Повторите, какие. Настолько яркие цвета. Единственный в Египте храм, посвященный двум богам. Надеюсь, моя мохнатка, ну не моя, а в смысле, застопорили движение. Махмут потерялся. У тебя ребеночек. Как красиво, аж мурашки. Следующим пунктом назначения Асван, он же Асуан со своей знаменитой плотиной и другими древнеегипетскими достопримечательностями. Безопасностью движения на Ниле примерно так же, как на дорогах египетских. Смотрите, как уперный перевес. А нынешнее судоходство не добавляет чистоты Нилу никак. Посмотрите, сколько масляных разводов видно, надеюсь вам, да? Просто сплошная пленка разноцветная из мазута. Сколько всего Нил видел и выдержал за 30 миллионов лет, сколько такая достоверная информация о его возрасте и сколько ему еще предстоит. Почему же нельзя купаться в Ниле? Египетские дети, видимо, они не знают, либо их эта тварь не берет. Главная причина – наличие плотоядной рыбы кандиру, которая, попадая в организм человека, сжирает его изнутри. Представляете, что такое? Почему египетские дети не подвержены всему злу, не знаю. У нас спокойненько пораится, ребята. Часто ходят байки о том, что мусульмане во время молитвы останавливают движение транспорта и идут молиться. На самом деле, насколько мне известно, это байки. Но вот на корабле у нас, смотрите, что произошло. Пока ждем проход через створ кораблей сверху по течению, наш экипаж расстелил здесь коврики и все молятся. Египетская ночь у нас выглядит вот так. Народ подготовился серьезно на самом деле. Белые, черные, все египетские. А мы что-то тему не прочувствовали. А это египетский хольм для хамуха. Добрались мы до Асуана. В общем-то, финальной точке нашего круиза. Первые впечатления неоднозначные. Во-первых, время ближе к 12. Движуха постоянная. Какие-то разноцветные кораблики кружатся. С другой стороны, с какой-то сумасшедшей подсветкой то ли храм, то ли гора, то ли монумент. Завтра будем разбираться вместе. Сегодня отмечаем юбилей у небезызвестного полковника. Вот он сидит в ожидании чуда со своими цифрами 75 и с бутылочкой шампанского. Красавчик! Все, наверное, помнят зажигательные выпуски из Нормандии пять лет назад, когда мы отмечали свои юбилеи там, совместные. Тобилист арабско-советской дружбы. Не знаю, насколько он обязателен к посещению, но сегодня выглядит вот так. 120 паундов цена вопроса. На самом деле, недопонимание у нас с водителем кареты произошло. И он привез нас совсем другой обелиск из того, что я встречал в описании. Обелиск пытались выпилить цельный, посмотрите, гранитный. Для каких целей и когда это было сделано, доподлинно неизвестно, но он начал трескаться. И поэтому, судя по всему, его здесь оставили. Молодцы! Египтяне сделали из этого туристическую достопримечательность. Прямо как американцы. Кроме существующего куска гранита, удивительно является... Смотрите, здесь security, там security. Правда, там никого не видно. И возникает вопрос, кого они охраняют? Туристов от притязаний местных. Либо все-таки эту достопримечательность, с которой достаточно сложно что-либо сделать. А еще посмотрите православный рамп, строящийся. А напротив мусульманское кладбище. И соседство никому не мешает. А мечети, на самом деле, по городу очень много. Видно минареты. Там, там. Ну и по традиции выход организован в другую сторону. Я думаю, через какой-то торговый ряд должен обязательно проходить. Ну и требовалось доказать. Вот и базарчик. Так что, с сувенирами проблем в Египте точно не возникнет. Вопрос цены и времени, которое ты тратишь на покупку этих сувениров. Потому что торговаться для того, чтобы получить хорошую цену, приходится достаточно долго. Хотите мою люстру? Пожалуйста, спасибо. Друзья, если вы большие поклонники камней больших, то вам сюда. Папа Индун, мама балдеет в Египте. Вот она настоящая Африка. Хотя, на самом деле, это еще не Африка. Это просто Египет. Тут, пожалуйста, тебе высотки. 33 удовольствия за 5 евро с порта сгонять на обелиск. И назад стоило нам 5 евро. Причем наверняка еще переплатили. Потому что хотели на самом деле 10. Торговались за 5. Наверное, можно было и за 3. Но так, чтобы было понимание по расценкам местной. Сто египетских фаундов стоит полюбоваться на чудо инженерной мысли. Причем не просто инженерной, а инженерной советской мысли. Потому что именно советские инженеры спроектировали это грандиозное сооружение. И эту плотину многие называют более впечатляющим, чем пирамиды Хеопса. С одной стороны, полезную вещь совершили, построили гидроэлектростанцию. С другой стороны, из-за того, что образовалось огромное водохранилище, были затоплены огромное количество нубийских святынь. И отсюда можно наблюдать Судан. По крайней мере, так нам говорит таксист. И на саму плотину, естественно, вход воспрещен. Только фактически со стороны можно наблюдать ее. Бодрое такси под руководством Махмеда. Возит нас сегодня практически полдня за 20 евро. Обратите внимание на его бодрое такси. Почему говорю бодрое? Для 80-го года выпуска машина очень резвая. Чистенько, аккуратненько. Но здесь по-русски. Это машина из Франции, Германии, Италии и египетской. Оригинальный египтский. Оригинальный египтский. Вот такой вот интересный трак. Монумент египетско-советской дружбы. Величественно возвышается над Асуанской плотиной. Оно и понятно почему символизирует, судя по всему, падающие потоки воды. Билет стоит для взрослого 150 фунтов. Это 5 долларов на сегодняшний момент. Честно говоря, жаба задавила. Выкидывать двадцатку, чтобы подойти поближе к этому монументу. Поэтому делаем фото рядышком и отправляемся в Освояси. Сервис. Вот это сервис. Возьму с полковника Бахчиш, я думаю, долларов пять. Опытные путешественники говорят о том, что не побывав в Нубийской деревне, ты не поймешь Египта. Еще одни опытные путешественники говорят, что нет смысла переплачивать за туристические пакеты. У нас на корабле стоит 35 долларов с человека поездка в Нубийскую деревню. Мы же за пять долларов, переплатив явно, приехали сюда на Фаэтоне. Это паблик причал. И за пять паундов с человека можно переправиться на ту сторону без каких-либо сложностей и гулять, наслаждаться в Нубийской деревне. Давайте проверяем на себе, как это работает. Главный вывод самостоятельного путешествия по Египту заключается в том, что найти достоверную информацию о стоимости, реальной стоимости передвижения практически невозможно. Поэтому, конечно, они в разы дешевле, чем вам предлагают гиды на том же корабле или где-то в отелях. Но, в целом, это, конечно, занимает немножко времени и нервов торговаться с ними постоянно и везде. Выяснять, где же публичный транспорт. Вот здесь вот фиксированная цена. В результате оказалось все-таки не пять паундов, а десять. Но, естественно, это меньше доллара. Это тоже смешно. В общем, если не эти страшные бы рыбки, то мы бы уже давно бы сами перепрылили этот Нил и оказались бы в Нубийской деревне без каких-либо сложностей. На самом деле, по причалу можно спокойно дойти было оттуда до публичного причала. Странно, не встречает толпа попрошаев, продавцов. Может, конечно, кто-ли еще будет, но пока что... Короче, собрал, сделал здесь импровизированный музей. Это музей. Это музей. Осван музей. Это Геордж. Второй в мире, в Германии. Второй в мире, американский. Наполеон Труа. Труа, тяжелый. Эти лампы. От Лидс. На самом деле, очень достаточно интересные и старые вещи у чувака. На территории Нубийской деревни расположен музей, который закрывается в 4 часа. И, собственно говоря, темпл. Это храм, который работает до 5. Традиционно, плюс-минус, билеты везде одинаковые. 160 паунтов. Вот тут, пожалуйста, тебе в гробнице. 60 паунтов. Субтитры. 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 Да. Это деньги. Да, это бронз. 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 Интересно, что они фиолетового цвета все. Чем они их покрывали, интересно. Или это камень? Субтитры. Какой был ли? 2000. 2000. Аксессуар? Да. Бигуди. Да. Алиберош. Алиберош. И Эдуард. Какой был ли? 2000. Римская империя. Здесь закрыто для общего входа. Ну, либо он закрывает, чтобы потом бакшиш заработать. Для восстановления на раскопках изготавливают очень приближенный к тем временам кирпичик. Как он сказал, швейцарские и немецкие ученые по их технологии изготавливают очень схожие по материалам и виду. И потихонечку отстраивают, восстанавливают нубийскую деревню. Таким образом восстанавливают колонны. Элемент старый, верхняя часть тоже старый. А эта колонна уже новый материал, но несведущему, конечно, человеку отличить очень сложно. Видите, в церкви православной колонны. Базилик 6th century. Это цифром базилик? Да. Православик? Да, здесь. Вот так когда-то история наслаивала слои этих стен, историю друг на друга. Когда-то здесь была римская деревня, потом жили копты православные, потом мусульмане. А сейчас все, к сожалению, вот в таком виде. Обратите внимание на православный храм, как возвышается величественно. Попытаемся после этого путешествия сегодняшнего еще туда попасть. Новое понятие нилометр. Измерял глубину нила, высоту подъема воды точнее. Как оно, интересно, работало, или это просто для фиксации измерений, пока, честно говоря, непонятно. Да, эти ступеньки много повидали на своем веку. На своем ни одном веку. Еще один видовой местяк находится прямо напротив Нубийской деревни. Парк. Стоимость хода для нашего брата 10 пунктов всего лишь. И здесь открывается замечательный вид на одну сторону, на другую. Собственно говоря, на развалины и огромное количество бороздящих нил-фарусников. Сейчас посетим с вами православную церковь в Египте. Представьте себе, сколько в Египте были там, не считая монастыря, святой Елены под Шар-Бушейхом. Никогда не были. Здесь ровный храм православных ибдиетян, копты которые. И у них наверняка чуть-чуть все отличается. А тут, видимо, будет венчание православные святые Девы Марии. В целом, выглядит достаточно странно. Убранство сие. Ага. Вот это, видимо, все библейские важные моменты жизни. Видимо, как и в обычной церкви, это символизирует алтарь, шторки не закрываются. А может быть и нет. Все очень и очень аскетично. Необычно. Такое я вижу первый раз в своей жизни. А здесь что-то похоже. Оказывается, все не так-то просто. Внизу это был зал, видимо, для проведения торжеств. Практически каждый ужин на пароходе проходит под знаком празднования День Рождения. И, конечно, молодцы на всех круизниках. Команда по-своему поздравляет именинников. Здесь своя традиция, не менее колоритно. И сегодня необычный день, потому что этот тортик несут за наш столик. Равно как два дня назад его несли мне. Сегодня настоящий полковник отмечает юбилей аж в 75 лет. Представляете? Поздравляем тебя! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 вот так вот бывает еще тоже начинаем разбираться с местяками с локациями смотрите вот копская церковь ориентир здесь парк напротив остров с нубийским музеем и древнегреческими развалины здесь снизу пристань и вот здесь вот есть кофейня в которой готовят чумачечий турецкий кофе прямо прямо огонь один из лучших который прим пробовали когда-либо в жизни вот такие вот кофемашинки стоят стоит всего 15 паундов это 50 центов вчера попробовали взяли родителям сегодня зашли и сами заказали тут выседают офисные мэны вот так это выглядит внизу набережная отсюда отправляется паблик бот то есть общественный транспорт с фиксированной стоимостью в 10 паундов на другую сторону него а мы же сейчас попробуем найти транспорт для того чтобы отправиться мубийскую деревню еще прикол торговли с хорошей цены египте заключается в том что если ты у одного спросил цену он потом тебе приклеивается и тебе уже не дает торговаться ни с кем приводит и говорит это мои клиенты и вперед так так о супер сам я 2 200 плачу тухан да немного поторговавшись за 10 евро мы попранировали эту лодочку и мчим сейчас в нубян вилоч максимально туристическое место для инстаграма номер один он такой веселый у нас капитан вот так ярко сочно красочно выглядит нубийская деревня до которой на самом деле катить на катере 10 минут они 30 40 как рассказывают капитаны местные для того чтобы набить себе цену аккуратненько красивенько туристические яркие красочки это то что подходит девочкам для инстаграма это то что я люблю красивенько не люблю аутентично люблю красиво туристически спектр короче они как цыгане громкие говорите какие колоритные громкие разговорчивые вот она яркие краски напоминают о вилле сэн флорена марокко здесь ссылочку оставлю посмотрите а ну сниму снимай не хочет драться лишь колонки времен нубийской имвери здесь мотивы кабавердинские и наука баверди говорит по-русски кисточные цвета в среде днище просто везде крокодильчики потолще будет кормят хорошо видимо интересно это на самом деле хотя бы приблизительно похоже на то что было у нубийцев или нет насколько яркие цвета это типа детская не уверен вот честно говоря не уверен но очень ярко и красиво чем хороши самостоятельные путешествия так это тем что ты никогда не знаешь что будет следующую минуту и порой самые банальные трипы превращаются в удивительные находки сейчас мы идем в гости настоящую нубийскую семью соляйте не объясняет как пользоваться правильно инстаграм для развития своего бизнеса что-то говорит позвал не предупредил нас вы не готовы говорите по-русски это моё двое брат это жена но это дина моя брата это муна это муна это муна октябрь а кто мальчик девочка мальчик это первый мальчик это первый мальчик мальчик я у меня два у меня у меня тут нормально дети получаются наверное ты с тобой с тобой нет нет да картина не очень похожа правда вот так аскетично вентиляционные шахты в доме как не верю забыл показать вам каюту мы в первый же день ее поменяли на двуспалочку вот такой вот нам организовали слоник попросил подушки поменьше нам сделать всегда креативят ребята стоит это всего лишь один доллар чаевых тут же появилась какая-то лампа сегодня пытается нам максимально улучшать каюта это чуть попросторней в целом также шкафчик холодильник сейф душевая кабинка такая же самая но самое главное конечно милая прилагается попрошайничать попрошайничать следующим пунктом нашего назначения является осван ботаник гарден привет вот ботаник гарден стоит 70 паундов тут же если у вас их нет стоят ушлые ребята которые поменяют по невыгодному курсу но если будете настаивать все случится милая потрогай хотя бы его один ер один яр один год ему ботаник гарден оказался сувенирной площадкой под открытым небом в окружении кубинских пальм и как бы все наверно вся его красота заключается именно в этом видимо это окончание достаточно где-то 5 минут и 25 секунд для просмотра этой достопримечательности и 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 даже кондиционеры покрашены нубийский стиль это это στε и это это и это стоит . это 185 долларов зато из 85 долларов да это новый не вот он хэфа пипал сомневаюсь что здесь это же здесь тебе вид пожалуйста и на нил и на овечек и цапельки пожалуйста и какой-то вечерний шоу идея отличная дело за малым загнать сюда туристов пока что не видно этого давайте посмотрим как выглядит без каус нубийском стиле так все в звездах симпатично я бы не сказал что это нубийский стиль но в целом идея сумасшедшая очень круто вот name your hotel what name name anna kato anna kato are you coming this you mean anna kato is anna kato is anna kato is anna kato that's your home 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 my home anna kato is different room this double room together 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 и идея отлично мой первый отель нубийская деревня точнее ее не было тогда их помине 1970 года выпуска отель как моя любимая по секрету вам скажу сегодня вас мани замечательно выживаются люди разных ли религий конфессий сегодня пообщался с с коптами смотрите монастыря осман который сделал наш сегодняшний день чего осман осман это город саре амар зовут нашего провожатого говорит о том что зачем почему все должны дружно быть и конечно же мы с с ним очень и очень солидарны конечно без макдонакса никак огромное количество кораблей просто посмотрите сколько стоит и каждый день еще приходит и уходит свое очарование ночи наступающей решили окунуться в ночную жизнь как живет город вечером здесь к это туса возле быстрой еды и себе готовят какие-то лепехи помидорка на тесто тонкая тонкая как много манго 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 манки вон кило ван хандры и спрашивают на торговые центры по-египетски выглядит плюс-минус одинаково везде примерно вот так торговыми центрами у нас не сложилось попробуем попробовать ночную жизнь на местном маркете каково это самые лучшие места продавцы красоты вон кило ночная жизнь на маркете нас тоже не сильно впечатлило единственное приобретение местная халва стоимостью 46 паундов за непонятно сколько грамм и все а в целом как бы ну вот 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 так это тут надо уметь не обращать внимание на это у тебя ребеночек в общем мой совет сидите на корабле по вечерам грамм комомбо самый доступный потому что находится реально пешей доступности от швартовки корабля как обычно огромное количество круизников его вот он в общем-то сам храм нам посвященный двум богам строишься 400 лет во времена птоломея шестого не путать ни с пятым не седьмым пойдем полюбуемся на чудо эти внимание только оплата картами так выглядит ticket office находится в нижнем уровне от самого храма формируются цены на входные билеты храмы но здесь самый дорогой билет который нам встречался в этой поездке 240 местных паундов единственный в египте храм посвященный двум богам богу крокодила и гору великому совершенно симметрично расположены одна часть посвящена одному богу 2 другого главная рекомендация для путешествия по нилу наличие русскоговорящего гида потому что конечно где строение все очень величественные необыкновенные очень старые но хочется знать о них больше и больше потому что когда читаешь одна история когда ты здесь и сейчас слушаешь гида который показывает детали своей лазерной указки рассказывает об этом в режиме онлайн другая история целая инженерная конструкция насколько грамотными были инженеры больше двух тысяч лет назад вот для набора воды и была единая вся конструкция не все так просто точнее объяснимо почему такой дорогой билет потому что в стоимость посещения храма входит еще и посещение музея крокодилов и кроме различных чучел которые высохли настолько что похоже уже на бревна здесь мы наблюдаем еще сколько там бог крокодилов судя по всему у них свои какие-то были захоронения вместе с амфорами и это выглядело вот так но это чисто предположение хотя судя по всему саркофаг и хоронили крокодилов потому что они поклонялись гранитные соломенные тряпочные какие хочешь крокодильчики но и судя по всему барельефы тоже посвящены вечной жизни крокодилов рекомендую посещение как минимум здесь прохладненько ну конечно базар обязательно выполняю обещание показываю как эти кораблики под парусами ходят смотрите без буксира на одном парусе потому что ветер сумасшедший надеюсь моя мохнатка чуть-чуть ну не моя микрофон немножко должен гасить вас ветер стандартная история плывешь бац здесь какие-то ворота развали но видимо кто-то даже охраняя сейчас уникальную возможность имеет посмотреть каким образом работает шлюзы с одной стороны корабли снизу по течению поднимаются а мы сейчас зайдем вправо там два корабля и здесь два корабля мы будем опускаться по уровню мне кажется что все работает за бакшиш в египте по любому чтобы тут не происходило все работает за бакшиш один зазывает давай направо с левой стороны все окей открывает ворота и все работает вот этот директор переправы салам шутки шутками а работа на самом деле серьезная на самом деле ребята очень работают круто потому что управлять таким кораблем это 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 просто нереально посмотрите как на книг запустили отпустили все повел никаких лебедок ничего два бойца и все с той стороны уровень выровали пошли два корабля ребята потихоньку 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 швартовый мы опускаемся посмотрите по уровню воды короче потеряли мы одного члена экипажа судя по всему застопорили движение махмуд потерялся давай короче такое ощущение что кто-то из членов экипажа должен был встретиться со своей женой и у него было буквально несколько минут но затянулась какая-то прелюдия и и все и и канал перекрыли это реальный прикол иди корабль уже давно ушел а вы все еще стоим на швартовых и вон бежит 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 где махмуд ваш 20 минут времени и мы фактически с борта корабля домчали на такси до одного из самых значимых храмов египта карнак там понимание по стоимости такси вот за 20 минут поездки договорился заплатить 5 долларов изначально просил 50 чтобы вы понимали как это происходит но и поскольку он самый значимый естественно самый дорогой 300 паундов стоит визит для взрослого причем бумажка видимо часто меняется последнее время идем посмотрим естественно контроль обязательно который безопасность огромный храмовый комплекс греко-римской эпохи и тут же миниатюрная мечеть к за столбили мусульмане местяк чтобы понятно было кто в дом и хозяин 740 божеств насчитывалось в египетской мифологии поэтому ничего удивительного в том что на входе храм карнак нас встречают то ли барашки то ли овцы а вообще похоже что это туловище льва с головой барана какого-то главное государственное святилище нового царства египта начало строительства которого было положено 20 веков до нашей эры и каждый правитель впоследствии него достраивал на свой лад в общей сложности строительство этого храма длилось около 13 веков представляете себя и посвящен этот комплекс фиванской треваде верховному богу амон ура его супруги муд и сыну хонсу 13 веков возводили этот храмовый комплекс и еще мне кажется 13 будут реставрировать если будут делать это вот такими темпами впечатляющая колоннада является самый большой в египте 134 колонны большой гиппо стильный зал так это называется очень очень круто аж мурашки за как красиво они вырезаны эту бурная реставрация прям идет сложно себе представить что 20 веков до нашей эры 20 веков нашей эры больше 40 веков всему сооружению насколько это было грандиозно честно говоря немножко стремно с учетом того что вот там колонны по обваливались может это произошло конечно веков нацать назад а здесь вот сверху стоит какой-то заборчик не очень надежно там стоит на это конечно обман зрения я думаю что все здесь прочитано сверху зашивают лесами либо будет реставрации киева для сохранности конечно может быть не так это круто когда видно небо но с точки зрения дальнейшего прогресса думаю все очень верно мощь которую мне кажется не передаст ни одно видео рядом с таким величием себя букашечкой чувствуешь и сколько всего еще сколько тайн хранить наша планета если еще учесть что каждая колонна каждый иероглиф несет свою смысловую нагрузку то я думаю что тут историком изучать еще и изучать если как бережно колонны восстанавливает всего лишь фрагменты сохранились колонн а из них восстанавливает целый зал целый комплекс сейчас только можно представить какие величественные скульптуры здесь были смотрите здесь основание чуть выше колено здесь вообще только голень выставки вот таки уже не первый раз встречаю что если нельзя египте то это не значит что нельзя охранник видно хочет заработать небольшой бакшиш и ведет нас показать статуи нефертари жену рамзеса судя по всему территории огорожены где сортируют куски монументов и пытаются потом собрать их воедино ну что где она вот рядышком похож ли я на рамзеса но на нефертари любимая моя точно похоже которого посвящен этот храмовый комплекс это бахра а и его рядом жена мут мутра и самых видовых мест видеть потому что сколько бы вы денег не дали в качестве бакшиша все равно попросит больше так что уже тут все зависит лично от своих ощущений и возможностей священная лягушка судя по всему вокруг которой нужно пройти не это не даже не лягушка мне кажется какой-то жук вокруг которого надо пройти какое-то количество раз и будет счастье тебе следующий храмом на нашем пути становится люксорский храм удивителен первую очередь тем что считается что строительством этого храма началась в эпоху правления фараона женщины единственная женщина фараон конечно имя тяжело запоминаешься какой-то ханхашкутуркутат но я думаю что это не столь важно важно то что много веков было положено строительство также как и карнакскому храму и только один фараон отец тутанхамона имя тоже не сильно помню но вам наверное не надо не признавал поклонение омону в честь которого построили этот храмовый комплекс и везде приказал статуи снести барельефы сбить четыре тысячи лет назад это было представляете а сейчас происходит по сути все то же самое кто-то созидает а кто-то разрушает удивительным фактом является то что не только правители древнего рима строили и восстанавливали этот храмовый комплекс но даже александр македонский отличился и в его правление после захвата римской империи он объявил себя сыном омона и приказал восстанавливать храмовый комплекс представляете себя что она тоже видите какие затертые знаки любви не знаю придумали предприимчивые египтяне или нет но несколько раз поклониться покреститься поцеловаться и будет вам счастье в каждом зале есть свой осмотритель и везде есть иероглиф который приносит якобы счастья по поверью можно вот смотрите тут затертые самые важные части здесь у рамзеса какие-то серьезные проблемы аллея сфинксов некогда соединяющие люксерские и карнакские храмы достаточно впечатляющие если она тянется между ними потому что мы ехали минут пять наверно на машине интересно сохранилась она или нет и вообще сколько здесь сфинксов 1350 сфинксов с телами львов наблюдали за ежегодной процессией жрецов которые несли ладью с тремя божествами в праздник разлива нила вот эта ладья но не то чтобы это ладья которая символизирует то что было раньше напротив входа люксерский храм находится местный рынок тут шоу для местных так что за экзотикой все сюда на базаре когда будете обращайтесь сергей 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 очень хороший много торгует ибо будьте здоровы меня зовут игорь игорь бай-бай счастливо пока такие вот колоритные ребята обитают на рынке многие говорят по-русски но вся движуха на рынке конечно же начинается вечером да еще над путешествия с миоми что сделать видите так это можно посетить аптеку любимая расскажи что тут может быть получается тысячами грамм врук затем витамин д 5000 в районе 3 долларов это все и египетские зубной пасты всегда мы покупаем гибель Зубная паста, доллар меньше доллара, здесь меньше доллара, качественно, это натуральная отбеливающая зубная паста. Так что, welcome. Ну, естественно, аптечку надо искать не в очень туристическом месте, цены могут отличаться в два раза. В отношении транспорта в Люксоре, ну, кроме общественного транспорта, которым мы не рискуем пользоваться, такси, как я уже говорил, в город отвез за 5 долларов и дальше возил нас в следующий храм, ждал час там, потом там, время полдня, короче, он нас подождал, привез назад, все это за 10 долларов. В то же время, случайным образом выяснилось, что здесь работает приложение Карем, зелененькое такое приложение, я показывал в Дубае, здесь вот ссылочка будет, путешествие в Дубай, там им активно все пользуются, и здесь оно тоже работает. И благодаря Карему путешествие было бы еще дешевле, ну, зато такси гарантировано официально, скажем так. Вот и с нами вокальный и цурмитальный ансамбль, грязные тапки, горячие сердца из Люксора. Приветствуем, друзья! Телепорт под руководством Махмуда доставил нас с корабля на бал, а точнее в отны для взрослых. Сегодня мы будем получать первый опыт заселения в отне для взрослых, посмотрим, правда, видят, что там все ходят голыми. Сейчас все разберемся. С Махмудом рекомендуем для использования транспорта в Хургаде. Кому нужен телефончик, пишите. Отличный парняга, супер машина. Чинно и благородно. Все одеты, может быть, по территории, конечно, ходят голыми. Почему для взрослых? Это, естественно, шутка. Я так понимаю, что просто отель с детьми не заселяет. Я думаю, чтобы был максимум спокойствия и тишины. Вот такой симпатичный номерок нам достался в Беллазуре. Достаточно чистенько все, умывалки. При всем при том, что отель имеет 4 звезды с рейтингом 8,9. Судя по всему, соответствует своей цене. Выбор на сутки, когда вы бронируете, достаточно невелик. Поэтому тут, с одной стороны, задача была поближе к аэропорту, с другой стороны, цена-качество. Выход прямо на бар, который нам особо не интересен. Бассейн. Вот такая территория. Вставание к туристам. Это народная черта Египте. И тут уже пошли разные интерпретации на этот счет. Смотрите, Миша Нежмот не пристает. Проверено туристами. Молодец. Сейчас посмотрим. Здесь тоже Миша Нежмот. Окей. Проходим дальше. Что делает Миша? Нет, не пристает. Реально, молодец. Спрятался от ветра, традиционного для Хургады. И небольшой обзорчик пляжной зоны. Такой вот ресторанчик, которым можно спокойненько перекусить в обед. Есть гриль, есть какие-то блюда. Ассортимент может быть поменьше, чем в общем. Но в целом мы справились. Вот такие заградительные... Чего это называется? Экраны. Заградительные экраны. Традиционные для Хургады. Страны, что не было в прошлом отеле. Но в целом всегда они присутствуют в Хургаде. Для того, чтобы попасть на пляж от нашего отеля, нужно пройти 250 метров, как заявляют. Не знаю, не считали. Для нас это никогда не являлось проблемой. И, соответственно, через отель какой-то там. То ли тот же Бел Азур, только не для взрослых. Возможно так. С левой стороны бухта одна. С правой стороны бухта другая. И, в общем-то, вдоль этого перешейка расположена пляжная сона. Оригинальное решение с ужином в Бел Азуре. Работает уличный ресторанчик на бассейне. И здесь народ в приятной обстановочке заправляется. Я считаю, что ужин на Лазуре требует обзора. Приятно удивлен. Прям понравилось. Но начнем с Канафы. Кто помнит, в Дубае мы специальные местяк ездили, чтобы ее покушать. Очень похоже. Да, другое, не могу сказать, там лучше или хуже, на любителя. Но в целом очень вкусно. Первый раз пробую в египетском отеле. Может, конечно, я просто давно не был. Что еще чем балуют? Какими-то колбасками не пробовал, честно говоря. Долма тебе разная по вкусу, смотрите. Виноградных листьях, кабачок. Еще там баклажаны фаршированные. Баранинка. Достался кусочек такой достаточно постный. Но на то она и баранина. Рыба с укропом, которая мне не впечатлила, выглядит как консервы. Здесь курочка-гриль а-ля шашлычок. Выглядит, будь здоров. Смотрите, даже видно, что она сочная и мощная. У-у-у-у. Ну и восточные сладости. Такой незамысловатый удар по бедрам. Тут же дынька. Тут же фантастическая хурма. Но ничего удивительного сезон. Она офигенная. Просто здесь. Фитники, яблоки, бананы. Гуава. Во-первых, мимо музыканта нельзя пройти. Акапонент в живой музыке. Очень приятно. А вот здесь называется эта штука фетер. 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 Это свит или нет? Свит или нет? Нет, свит. Здесь чес. Чес спайси. Чес спайси. Чес чес. Здесь чес спайси. Здесь чес чес. Крем бестер. Здесь мы не будем. Сейчас будет. А, вот такие вот, смотрите, лепешечки классные. Они очень вкусные. Просто такие сумасшедшие. Браво. Лечменный суп с говядиной. Супчик из чечевицы. Кошари. О, нифига себе. Тут какой замес серьезный. Но места нет уже пробовать. Хомс. Это фасолька, я бы сказал. А не хомс. Тахина традиционно. Судя по всему, везде Тахина. А хомуса нет. Так что, ревизоров у Молдова однозначно рекомендейшн. Экипетские приключения продолжаются. В результате, оказывается, у нас рейс с другого терминала. Нигде не указано в билетах об этом. И пришлось переезжать из терминала в терминал. Естественно, таксисты ломят. Проехать буквально 2 минуты, Слово Бога. А хомсисты ломят 5 баксов за дорогу. Естественно, никто уже ничего не считает, соглашается, потому что таким образом и на рейс можно опоздать. Так что, учитывайте и внимательно отслеживайте. Но на самом деле, если чартер, негде почерпнуть информацию. Поэтому связывайтесь с своими топор-операторами и выясняйте подробности. Тур-лаунж находится после стойки регистрации до паспортного контроля. Если у вас есть топ-бизнес-лаунж, выглядит это вот так достаточно грустненько. Кофемашина не функционирует. Есть яйца, лапша какая-то, хрень какая-то, куча булочек и все. И больше никого. И мужик спит. Судя по всему, работает. Вот такой вот бизнес-лаунж в терминале number one. Первый терминал ожидаемо выглядит как настоящий восточный базар. Вот такая вот экзотика. Редактор субтитров А.Семкин